Братья и сестры, здравствуйте! Хочу прочесть сегодня из Нового Завета несколько слов Иоанна Богослова, наперстника, евангелиста, зрителя невзреченных откровений, о том, что вера касается людей всех возрастов, о том, что ложен стереотип, согласно которому постарею и уверую, или там вот уйду на пенсию, начну в церковь ходить, ничего подобного. Те, кто не имеют навыка к молитве в зрелые и здоровые годы, в те время, когда им трудно встать с постели и целое приключение превращается, поход за хлебом в ближайший магазин, они точно в церковь ходить не будут. И когда уже глазки потеряли свою остроту, как Экклесиаст пишет в конце своей книги, пишет, что когда помрачились глядящие в окно и стало мало мелющих на жерновах, и на дороге ужасы, и там цветет кузнечик, отяжелеет каперс, описывается старость в поэтических таких видах, тогда уже люди мало молятся. И вот молиться нужно и маленькому, и взрослому, и юному, гибкому, свежему, выносливому, и зрелому, и маститому, всему. Об этом пишет святой Иоанн, который Бога познал с юности, еще безусом юношей, он был любимым учеником Иисуса, дожил до старых лет, до преклонной старости, охраняя Богоматерь и вникая в глубины тайн Божиих. Вот он пишет в первом послании своим соборным, пишу вам дети. Детьми, вообще, можно сказать, всех людей, поэтому здесь как бы безоценочно к возрасту. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Это, в общем-то, касается людей всех возрастов. А дальше уже разделяется по возрастному цензу. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. То есть ты, отец, ты дал кому-то жизнь. Ты обязан познать того, кто дал жизнь всему. Смысл такой. Пишу вам отцы, потому что вы настоящие отцы. Вы сами родили кого-то и познали того, кто родил всех. То есть познали сущего от начала. Яхве, сущий. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Это вот как раз откровение христианское о юношестве. С одной стороны, юношество – это безумная пора. Говорит, веселись, юноша, ходи по путям сердца твоего, но знай, что потом Бог приведет тебя на суд. А куда смотрят глаза юноши? Безумие в сердце юноши, говорит Писание. А Иоанн Богослов пишет о каком-то другом юношестве. Кстати, я видел примеры этого юношества. Да и вы, наверное, видели, потому что много есть людей праведных в своих юных летах. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Вот три категории людей. Сначала все – дети. Пишу вам, потому что вам прощены грехи имени его ради. Потом отцы познали сущего, юноши победили лукавого, а отроки нашли для себя, кроме отца земного, папы, рядом мама, братья, сестры, познали еще отца с большой буквы. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Вообще, больше, чем юношам, здесь не обращается больших похвал никому. То есть самая торжественная категория – это юноши. Слышите, какая красота? То есть они… Кому это? Вот этим юношам, которые оббиты наколками, значит, с банкой пива и наушниками в ушах, там, бродят по нашим городам? Нет, не им. Другим. Другие тоже есть. Пишу вам, написал вам юноша, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Но надо оговориться, что слово «мир» – это многозначное слово, которое означает мир как вселенную, мир как совокупность страстей, второе, мирское, то есть там, где есть жадность, всякое там желание первенства, осуждение, всякое такое. Это другое значение слова «мир». И есть мир, сходящий от Бога, то, что успокаивает сердце человеческое, это Вышний. А с Вышним мир и спасение душ нашей, Господу помолимся. Поэтому здесь имеется в виду мир как совокупность страстей, действующих во вселенной. Это любить нельзя, потому что всё, что в мире – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, но не от Отца, но от мира сего. Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовеки. Значит, вот он тоже ёмко и кратко называет нам три вещи, действующие в мире – похоть плоти, телесные страсти там всякие, похоть очей, глазки заведущие, ручки загребущие, бывает только если глазки заведущие. Если глаз не видит, то как бы зуб не имёт. Значит, похоть очей, вот хочу, 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 всё такое яркое, всё такое блестящее, всё такое манящее, зовущее, вот такое, реклама действует, да, и гордость житейская, гордыня, да. Вот это всё, три главные, с чего всё остальное разрастается. То, что было, когда Хава, Ева смотрела на запрещенный плод. Красив, приятен в пищу и вожделен, ибо даёт знания. Вот тебе три – похоть плоти, вкусен, красив, похоть очей и гордость житейская. Значит, хочется знания получить обходным путём, так сказать, контрабасом, и стать вдруг сильным, и всё знать, как боги. Это вторая глава первого послания Соборного апостола Иоанна Богослова. Всем людям обращено Евангелие, всех возрастов, всех социальных категорий, всех видов достатка или недостатка, всех со состоянием здоровья, отцам, юношам, отрокам и так далее, всем. Прошу вас, изучайте Писание, особенности во время приближающегося Великого Поста, потому что это жизнь души вашей, радость вашего сердца и залог того, что Бог примет ваши молитвы. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова